всем привет посмотрите куда я вас привезла сегодня сегодня нашла вот мне показали у нас открылся новый огромный супермаркет моррисон это сандауни вот посмотрите вот такой огромный новый я не знала он открылся наверное в прошлом году вообще-то как бы не только что уж совсем новый но вот я хочу сейчас зайти туда посмотреть и вам показать пошли вместе вот сейчас тележку возьму тележки слава богу здесь без паунда просто так берешь вообще вы знаете у меня тоже опять спрашивали про эти тележки тролли они называются здесь вот иногда платишь фунт за тележку но этот фунт потом вам возвращается когда вы ее вернете на место то есть она все равно бесплатно будет здесь при входе сразу огромные стеллажи с цветами вот этими комнатными и земля здесь но и не только комнатные уличные цветы здесь я никогда не покупаю потому что здесь дороже чем вот в обычных garden центрах и вот я зашла вот такой огромный магазин территория у него конечно не обойти за целый день вот открываются тем не менее видите я говорила вам что у нас связи с brexit там все потихоньку приходит в упадок а вот такие вот мега название мега магазины супермаркет и они наверное чувствуют себя хорошо потому что они заполонили и вот основные такие вот морисон мнс теска какие тут еще даже не знаю вот основные я здесь эти мега монополисты в общем вытеснили все мелкие магазинчики и вот так не знаю хорошо ли плохо для покупателей но для них замечательно вот шикарный перец болгарский упаковочка три штучки вот стоит фунт 35 а здесь вот такие три штучки они красные разные стоят всего фунт хорошая цена в общем для перца так как я здесь всего второй раз знаете я очень плохо ориентируюсь сказать по правде обычно в теска свой я уже знаю где что искать как сразу быстро все находить а здесь конечно вот сейчас буду гулять и вам включать камеру когда что-то интересное увижу и вот когда показывают такие вот обзоры супермаркетов ну потому что знаю все мы женщины любим это все посмотреть и просят у меня мои подписчики мои зрители вот но иногда вы знаете вот я когда свое мнение высказываю но это же мое мнение оно субъективное мое такое особое мнение стороночки вот говорю что качество продуктов мне не нравится рассказываю там что-нибудь мне начинают говорить а какие проблемы а чего вы вот это вот кушать все равно есть что да есть конечно друзья да и нет у меня вообще-то никаких проблем я просто рассказываю и показываю вам чтобы вы тоже не имели представление и не очень-то уж думали что все у нас плохо а здесь так все прям за границей все замечательно да ничего и подобного вот я хочу это и показать хорошая цена на баклажаны 50 пи один штучка я уже купила хочу себе сделать опять икрой с баклажан вот так что друзья что хочу сказать все у меня прекрасно проблем у меня никаких нету просто показываю делюсь с вами кому не нравится друзья но не смотрите что же я могу поделать тоже уже много раз говорила вам об этом поэтому вот как бы все равно обращаю внимание частенько на то что меня сама удивляет поэтому вам рассказываю вообще вы знаете вот в связи с брекситом прямо жизнь здесь она и так то была сурубая такая знаете сурубая но вот для мажоров для для людей с деньгами везде хорошо а вот для обычных даже англичан обычных очень непросто выживается здесь а сейчас вот брексит опрокинул все цены все поднялось рынок жилья наоборот упал ой не знаю что дальше будет но этот брексит конечно они сами себя загнали в угол я имею ввиду правительство британское вот кстати хочу вам показать узнать вот редко бывает редко в каких магазинах я имею ввиду вот курик уточка вот видите вот у . это брест это грудка уточки 4 фунта и вот здесь вот ножки утиные ножки 3 фунта и вот написано если вы возьмете любые 3 то за 10 фунтов ну то есть 3 33 вот иногда так хочется вы знаете я себе купила я же купила себе вот этот вот электрический гриль электрическую плиту но там даже не гриля просто наверно электродуховка сейчас куплю вот хочу вот здесь у них скидки на биштекс мясо биштекс видите 7 фунтов и 9 а было 9 40 и 13 вот и здесь вот тоже лучший выбор уже это лам баранина 7 фунтов и 8 фунтов ну вот хорошие кусочки тоже надо брать баранина считается самое чистое мясо да ну а вот такой вот стеллаж со свининкой свининка самая дешевая видите 450 и 5 за килограмм фунтов вот здесь даже 377 вот такие вот кусочки вот но они конечно по вкусу невкусные ну вот 750 это филе свининки неплохо а еще вот я же вам показываю иногда вот что именно бывает вот такое вот наверное ну может быть часто же в россии то есть но вот раньше когда я жила в россии такого не было вот это вот видите вот всякие такие вот приправки вот они в россыпью вот чаянис лимон гарлик пайри пайри какой-то тексан для барбекю это мин мин с ментолом а вот какой-то марокканский соус вот это такие штучки если вы покупаете мясо допустим да то вы просите любого вам насыпают отдельно это бесплатно чуть-чуть вам отдельно любого могут насыпать но как бы вот для того чтобы вот на раз приготовили то мясо которое вы купили вот не знаю если у нас такое но здесь вот в мясных отделах и в рыбных отделах там рыбные такие вот присыпки продают той раздаются бесплатно ну для покупателей ну вот вы знаете вообще-то мне морис они мясо выбор мяса больше и мне больше нравится нас конечно чем в теска сказать по правде хотя она конечно немножко повыше по цене но выбор большой видите вот какие тут прилавки с мясом это все расфасовано уже такое полуфабрикатная но выбор большой я же почему все время вам показываю мясо я же мясная вы знаете вот иногда нахожу вот такое reduce вот желтые наклеечки это то что снижается но снижается потому что сегодня 3 июня последний день как бы вот они снижают цену у меня тоже спрашивали как почему они снижают не тогда когда уже просрочено а именно вот в последний день сегодня 3 июня за 3 июня все продукты снижаются вот видите было 4 23 теперь 2 12 ну вот как бы это опять мясо лам баранина вот такие баранье ноги огромные вот если у кого-то есть хорошие такие вот знаете из печки или что вот чтобы закоптить такую баранье ногу супер да ну вот она стоит видите 19-20 пунктов прилавок с рыбой даже не буду вам показывать и думим а потому что все одно и то же наверное уже тоже надоело вам показываю все это чего еще вам показать даже не знаю вот здесь вот можно попробовать такие штучки что за штучки даже не вижу не пойму какие-то колбаски что ли попробую но это такой обкрученный копченый копченый беконом что ли сыр кстати вкусно сколько он стоит 6 заруб 56 штучек за фунт 50 представляете как дорого сумма не сошли какая-то чё сейчас опять меня мои зрители заплюют что я ем разговариваю все же у меня такие привереды все вот вам показываю опять сыр как вы понимаете показываю то что сама люблю эти цены да смотрите я вам наверху в правом верхнем углу своего видео нажмите на буковку и и там я вам скину выбор какой сыров и мясо был когда я ездила тенариф вот так же очень трудно найти хороший хлеб практически невозможно весь хлеб несъедобный я покупаю вот ржаной хлеб пол килограмма за фунт 10 такая цена у него это в теска сейчас попробую здесь найти си найду сейчас покажу вообще хлеб отвратительные я умираю за нашим хлебом хотя бы даже дарницким очень вкусный хлеб у нас в россии друзья и вообще все лучше и вообще начнете опять говорить возвращайтесь назад а назад никак не могу потому что жарко там слышали на моей родине плюс 37 ну куда же это я же там сразу умру нет дважды прошла туда и обратно и не нашла ржаного хлеба надо ехать у нас хлеб ржаной бывает привозят в польских магазинах вот там так вот а я же вам показываю то что сама люблю сама покупаю вот всякие такие шоколадки тоже люблю вот вот помню по этому поводу у меня говорила моя свекровь что говорит что жена не любит кушать тому того мужу не едать вот я так и вспоминаю это точно знаете что жена не любит кушать того мужу не едать и никуда не денешься хотя может быть и тут со мной будут спорить что есть такие специально уже женщины которые все готовят мужу то что он только любит а сама там сторонке подъедается бывает такое не знаю у всех по так что все мы люди и все имеют какие-то свои специфические склонности наклонности да вот но как-то так но я качусь кассе уже единственное что я купила это ножки уточки вот и все моя тролли тележка пустая ну а вам желаю удачного просмотра удачного дня всего наилучшего не забывайте смотреть рекламу друзья давно забыла вам уже это напомнить всего доброго пока